Сосеивание вот этих идей, он наиболее популярен, то есть в различных мессенджерах, этот же, то есть именно Telegram, есть топовые идеологи, именно такфиритские, сурвиритские, да, которые очень качественно подготавливают контент. Нет такого, что он все свои 50 лекций говорит про такфиризм, про то, что надо там вливать неверных, то есть надо покидать страну. Нет, это буквально капелька, капелька в море, но которая как раз дает нужный эффект, ввиду того, что ты эту капельку не замечаешь. Но семечка идей, оно засеивается в твое сознание, приводит к тому, что люди саморадикализируются, и у них как минимум возникает желание, то есть совершить эту же хиджру из страны неверных, да, либо страны, где ущемляют их религиозные свободы, как минимум само желание. Но была ситуация, когда наши, то есть именно наши казахстанские верующие за рубежом пытались получить фэтву у одного из шейхов зарубежных, ближневосточных, относительных ситуаций у нас в стране. Адекватный шейх бы говорит, а что говорят ваши ученые? Я не знаю, какая у вас ситуация, я не могу дать вам фэтву на вашу землю. Спросите своих ученых, а что делают наши радикалы? Они слушают ближневосточного шейха-радикала, который дает фэтву на всю планету и землю, да, то есть где бы вы ни были, там воюйте, либо совершайте хиджру, и фактически это нелегитимно, да, то есть нелегитимно это утверждение, то что они подчиняются этим фэтву. То есть в итоге мы приходим к тому, что корень проблемы покоится в безграмотности. И я рекомендую именно утвержденные какие-то эти же сайты, то есть читайте, читайте, лучше читайте действительно каноничные какие-то издания, материалы, которые утверждены, то есть духовным управлением, то есть мусульман Казахстана. Так как сегодня до сих пор существует такое утверждение, что типа, ой, у нас безграмотный имам, да, ничего подобного. Это уже устаревшее суждение людей, которых не знакомы, то есть с этой сферой.